Тихий бунт. На парковке возле крупного гипермаркета утром собрались таксисты. По их словам, 80% водителей сегодня остались дома, вышли работать по другим сервисам или по старинке с руки. Так, таксисты хотят привлечь внимание руководства их сервисов и добиться нормальных условий труда. Водители говорят, заработок за 16-часовую смену покрывает расходы на бензин и аренду авто. Прибыль в итоге небольшая. Чтобы прокормить семью, работать приходится практически круглосуточно. В итоге их усталость сказывается на безопасности пассажиров. Главное требование участников протеста – ввести фиксированные ставки для водителей. Чтобы была минималка, я знал, что я выйду и заработаю за 8 часов определенную сумму денег. Но не сейчас эту сумму денег я зарабатываю за 16 часов. Как-то так. Потом, дальше что? Убрать большую комиссию. Комиссия очень большая. Идет 25% у нас за информационные услуги. И эти информационные услуги Яндекс поставляет нам не в полном объеме, не в полной мере. По словам таксистов, в агрегаторе нет информации о конечной точке поездки и информации о клиенте. Требуют водителей повысить тариф для перевозки детей в кресле. Участники протеста говорят, акции не носят политического характера. Ее основная цель – обратить внимание агрегаторов на рабские условия труда. Мы хотим, чтобы в это время водители не выходили на работу. То, что нас здесь мало, мало машин. Ну, как бы мы никого не просили. Многие водители поддерживают нас дома. Дома с семьей поддерживают, не возят Яндекс, работают на руки, с остановок, в других приложениях. Утром ценник на такси был повышен. Но в диспетчерске объяснили – виной всему сложные ситуации на дорогах и высокий спрос. Об акции протеста они ничего не знают. Акции протеста продлится три дня. Таксисты будут собираться ежедневно с 7 до 10 утра. Завтра забастовщики планируют собрать на парковке больше автомобилей. Они ждут таксистов из других городов, в том числе из Москвы. Водители хотят привлечь к себе внимание и надзорных органов, в частности, антимонопольного комитета. Константин Миронов и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.